Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Домашние Настойки. И в этом видео я буду перегонять хвосты самогона, то есть делать третью перегонку. Для этого я достал свой старенький дистиллятор, самодельный кстати, и покажу вам все тонкости, как выжать максимум даже на таком стареньком обычном дистилляторе. У каждого самогонщика возникает вопрос, что делать с хвостами самогона. Первый тип самогонщиков добавляет в брагу, а потом перегоняет вместе с брагой. А второй тип самогонщиков копит хвосты самогона. Это все у меня хвосты самогона, сюда входит 18 литров, она очень тяжелая. Сейчас я залью хвосты самогона в наш дистиллятор и измерю их крепость. Все. Ну а теперь из крантика дистиллятора нальем в колбу 100 мл и померяем спиртовость. И давайте посмотрим спиртуозность. Смотрите, 40, немного меньше, на два деления. 38% это спиртуозность наших хвостов самогона. Ну а хвосты самогона у меня такие нажористые, так сказать. Потому что я начинаю отбирать хвосты самогона, когда в струе льется 50-55 градусов. Да, это очень хороший самогон, но я хвосты начинаю отбирать рано, чтобы хвосты не попали в тело самогона от слова совсем. Поэтому и в хвосты у меня идет очень много отходов. Ну и плюс к тому же я в хвосты самогона также лью шею самогона. Так называемые это та фракция, которая идет после голов, чтобы и головы также не попали в тело самогона. Поэтому у меня хвосты получается 38%. Сейчас из этого мы будем делать конфетку на стареньком дистилляторе. Обратите внимание, как я его очистил. Целый вечер занимался. Дальше. Наши хвосты, как и при дробной перегонке, нужно разбавить. Разбавляя ваш самогон перед перегонкой, вы меняете коэффициент ректификации. Если интересно, то почитайте. И отбирайте более качественно ваше тело самогона. Поэтому хвосты самогона мы будем также разбавлять. Разбавлять самогон перед дробной перегонкой рекомендуется до спиртозности от 20 до 30 градусов. В моем же случае я беру среднее, разбавляя до 25. По калькулятору самогонщика, по моим расчетам, мне нужно добавить 9 литров 380 миллилитров воды. Добавляем. Хвосты самогона у нас добавлены и уже разбавлены. Можно одевать верхнюю часть самогонного аппарата и включать газ. Газ у нас включен и процесс запущен. Смотрим, сколько сейчас времени и делаем отметку в своем дневнике. Первый совет и, наверное, он самый важный для того, чтобы получить качественный самогон из ваших хвостов, это соблюдать правильный температурный режим. Пока нагревается перегонный куб, можно поставить на максимум. Когда мы будем отбирать так называемые головы самогона в наших хвостах, уж простите меня за каламбор, нужно будет отбирать как можно медленнее, то есть покапельно. Когда мы будем отбирать наше тело, то не стоит торопиться. Желательно поставить скорость отбора тоже минимальную. Тогда мы получим более качественный самогон. Ну и, естественно, не жадничать, не нужно брать близко к хвостам самогона, чтобы не испортить наше тело. Ну вот, наверное, и все принципы, которые помогут нам выжить максимум на нашем стареньком дистилляторе. Ну а в следующем видео я вам покажу, как уже этот самогон укрепить на колонне Pain Reform Plus. Но это будет в следующем видео, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не пропускайте новых интересных видосиков. Перегонный куб у нас нагревается, скоро я включу воду и пойдут первые капли голов. Вы можете спросить, откуда в хвостах у нас головы? И я вам отвечу. Дело в том, что в любом самогоне, как бы чисто вы его не отбирали, всегда будут присутствовать головные фракции в той или иной степени. Поэтому и здесь они присутствуют. Ну, плюсом к этому идет то, что я хвосты самогона определяю шею самогона, и там в большей степени присутствуют как бы головные фракции. Ну и что хорошо для нас, что головные фракции всегда идут в начале погона. Поэтому небольшое количество их стоит отобрать. Какое же количество голов отбирать при третьей перегонке наших хвостов самогона? Рекомендуется самогонщиками от 10 до 20 миллилитров с каждого литра самогона 40 градусов. Ну, у нас практически 40 градусов было. У нас было 38 градусов. Это крепость самогона. И было у нас 18 литров. То есть 180 миллилитров. Это минимум нужно отобрать. Я первоначально, конечно же, отберу 180-200 миллилитров голов. И уже потом начну контролировать его на осязании. Буду нюхать самогон. И таким образом я определю качество. Итак, дорогие друзья, пошли первые капли голов самогона. Сейчас у нас скорость отбора нормализуется. И я убавлю газ на минимум, чтобы сделать покапельный отбор наших голов. Чем медленнее мы будем отбирать головы, тем качественнее мы их отберем. И тем чище в итоге у нас получится само тело самогона. Делаем газ на минимум. Желательно на самый. Так. И вторую комфорту. И нам нужно сейчас будет добиться по капельной скорости отбора голов. Смотрите, с какой маленькой скоростью я отбираю наши головные фракции из хвостов самогона. Чтобы качественно, максимально качественно их отобрать. Но отобрать их нужно будет не так много, поэтому я торопиться не буду. Итак, уважаемые зрители, я отобрал ориентировочно 300 миллилитров голов. После чего я попробовал самогон на ладошке, понюхал. И он мне показался приемлемым. Давайте еще раз это проделаем. Ну и также по запаху в нашем самогоне нет уже ни нотки, ничего отталкивающего. Поэтому можно менять банки и начать отбор тела самогона. И еще одно важное замечание. Для того, чтобы получить качественное тело самогона, не разгоняйте скорость отбора. То есть буквально вот такими вот быстрыми каплями нужно его отбирать. И есть небольшая особенность перегонки хвостов самогона. Не нужно брать близких хвостов, если можно так выразиться. Это означает то, что когда у вас в струе будет спиртуозность 50-55%, то стоит прекратить отбирать тело самогона. И уже после этого, кому это нужно, можно то собрать хвосты хвостов самогона. Но я этого делать не буду. Итак, уважаемые зрители, прошло 2,5 часа с того момента, как мы начали отбирать тело самогона. Сейчас смотрите, 84,8 это у меня в горловине. И смотрите, какая скорость отбора. А скорость отбора буквально вот такая вот. Видите, капельки капают. Да, то есть полуструйка, полукапли. А бралос уже вот такое вот количество. Обратите внимание, у нас на термометре 89,6 градусов. Это та температура, около которой у нас в струе течет самогон крепостью 55 градусов. Я уже поставил в колбочку отбираться, чтобы сделать контрольный замер. В струе у нас сейчас течет 60 градусов самогон. Нет, ну 60 градусов это достаточно крепкий самогон. Я думаю, стоит подождать, когда в горловине будет, допустим, 90 градусов по Цельсию. И сделаем еще один замер. Уважаемые зрители, обратите внимание, что сейчас в горловине 90,1 градуса. И я набрал 100 миллилитров для контроля спиртуозности. Сейчас у нас в струе спиртуозность идет 54%. При температуре в горловине 90,1 градуса я прекратил отбирать тело самогона. Смотрите, сколько я набрал. Здесь ориентировочно 6 литров самогона. Ну и, конечно, я налил 100 миллилитров для того, чтобы посмотреть, какой спиртуозности мы получили наш самогон. Все-таки из хвостов на стареньком дистилляторе. Так, дорогие друзья, момент истинным. Как вы думаете, сколько? А я вам покажу, сколько. Видите, это 60, это 70 и немножко выше, чем 70%. Мы смогли согнать 6 литров отличного самогона крепостью 72%. То есть, ну, в принципе, для такого дистиллятора это предел. Итак, давайте по времени. У нас 50 минут нагревался перегонный куб. Еще один час я отбирал наши головы, которых я отобрал 300 миллилитров. По 15 миллилитров на каждый литр самогона крепостью 40 градусов. Ну, вам для расчета. Потом в течение 6 часов я отбирал наше тело самогона буквально быстрыми каплями. И набрал ориентировочно 6 литров самогона, то есть литр в час, крепостью 72 градуса, что я считаю очень хорошим результатом. Ну и, конечно, мнение самогонщиков разделится на два лагеря. Кто-то скажет, что вы фигней занимаетесь, и это совсем некачественный самогон. Кто-то скажет, что 72 градуса, это весьма неплохо. Ну и хороший результат, тем более то, что мы их получили из хвостов самогона. Ну а для любителей колонного перегона, следующий ролик будет посвящен у меня перегонке этого самогона с укреплением на колонне Вейн Реформ Плюс. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки. И до новых встреч! Увидимся!